Блин, как мне хочется выпить. Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмири. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет Незапивай Челлендж. Это будет KFC. Я впервые снимаю Незапивай Челлендж. Одна. Обычно мы это делали с Фатей. Я очень люблю воду. Вообще, всегда запиваю, когда что-то кушаю. Это для меня будет своего рода эксперимент. Стараться прям все до конца съесть я не буду. Но вам как пойдет. Так скажем, как карты лягут. Здесь у меня водичка. Обожаю. Обожаю пить, запивать, когда кушаю что-то вкусненькое. Особенно вот такой вот соленый. Надо еще обязательно, кстати, снять Незапивай Челлендж с чем-то сладким. Мне кажется, тоже будет очень интересно. Итак, давайте приступим. Начнем с крылышек. Вот так вот они выглядят. Макаю в сырный соус. Я специально губы не стала красить. Просто накрасила блеск желе от мак. Смотрю на себя и кажется немножко странно. Как будто чего-то не хватает. Крылышки, как всегда, острые. Обожаю вот эти баскеты. Я вам говорила, что у Киевси акция. Купить 10 баскетов и получается 10 ты получишь подарок. Я говорила, что это акция для дураков, да? Кто будет покупать 10 баскетов и тратить такую огромную сумму, чтобы получить просто один бесплатно. Теперь я понимаю, что я тоже в числе этих дураков. Я решила купить 10. Уже, по-моему, штук 5 я уже точно купила. Очень заманчивое предложение. Сегодня, кстати, мне Фатя написала, что нам предлагают устроить конкурс. То есть мы с этого ничего не зарабатываем. Наоборот, мы вам подарим подарки. Тем людям, которые не живут в Баку. Как вы знаете, я раньше сама покупала что-то и потом дарила. В своем инстаграме условия были супер простые. Нужно было всего-то навсего первым ответить на историю. То есть я что-то ставлю в историю. Вам нужно первым что-то ответить. И вы получаете. Давайте я это так уберу. А то буду шелестеть еще долго. Раньше только любила Макдональдс. Не любила Кейси. Сейчас обожаю просто вот эти острые крылышки, эти баскеты. Это вообще моя любимая. Наоборот, сейчас Макдональдс ушел, знаете, на второй план. Это просто нереально вкусно. Так вот, что касается конкурса, условия будут тоже простые. Люди, которые были недовольны тем, что я разыгрываю только все в пределах Азербайджана, потому что доставка у нас здесь стоит очень дорого. Вот. Опять же, мы не получаем ничего. То есть это чисто для вас. Хотели бы вы поучаствовать? Пишите обязательно в комментариях. Конкурс состоится в моем инстаграме. Я вам обещаю, что все будет предельно честно. Это тоже 100% я не знаю, состоится или нет. Может, у нас будут какие-то разногласия с организаторами и так далее. Ну, в принципе, я думаю, что это хорошая идея. Победителей будем выбирать мы. Я специально буду связываться с теми людьми, которые выиграли, чтобы убедиться в том, что все честно. Что люди действительно получили свои подарки. То есть, о честности этого конкурса вы можете даже не запариваться. Все будет очень честно. Обожаю. Обожаю это. Макаем в соус. И минуточка АСМР. Ой, какие острые. Очень острые. Макаем в соус. Все, что острое, это уже не мое. Но уже привыкаюсь. Сидишь, потом скучаешь. Блин, как мне хочется выпить. Ладно, нет. Я должна держать себя в руках. Вот здесь я поправлюсь, как я буду худеть. У меня в последнее время вообще нет силы боли. Если я хочу что-то есть, я беру и ем. И не могу остановить себя. Это на самом деле очень плохо. Подруга Шелли приехала из Грузии. Вы знаете, она так хорошо похудела. Но я наоборот набрала. Но я уже не могу, честно. Я уже привыкла много есть. И даже если я не буду снимать мукбанки, вот этот зверский гоблот, он у меня останется. Кстати, в комментариях писали, знаешь, почему ты, Фати, проигрываешь? Потому что ты пьешь много воды. На самом деле это правда. Как раз таки моя проблема и заключается в этом. Я очень много пью. Господи, как я подсела. Я планирую, что это видео выйдет 1 ноября. Я сегодня смотрела передачу прямой эфир. И там пригласили Дарью друзья к нам всяких инстамоделей. Я была просто в шоке. Такое, знаете, разоблачение устроили. Оказывается, они занимаются эскортом. Им писали с левых каких-то аккаунтов. Приглашали на встречу. Они соглашались. Вот мы смотрим на красивую жизнь людей в инстаграме. Ой, думаю, как круто. Молодец, девочка. Всего добилась в жизни, да? Но оказывается, такие подробности о жизни. Я увидела эту передачу. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Это новая передача буквально вот 2 дня назад, как вышла. Некоторые моменты я даже пересматривала. У меня закончился мой соус. Поэтому я притащила новый. Так вот, на чем мы с вами остановились. Иногда я просто бываю в шоке от передач. Вот зачем так разоблачать их? То есть ее позвали как гости. Ей даже не сказали, что мы скрытой камерой сняли, как тебя кто-то снял, как тебе кто-то давал деньги за интимную близость, так скажем. Просто весь вечер смотрела и была немножко в шоке. Знаете, за счет таких девушек к сожалению, начинают плохо думать и о хороших девушках. И которые собственным трудом чего-то добиваются, стараются. Мужчины начинают думать, а все женщины такие. На самом деле, это же не так. Это совершенно не так. я буквально что не делаю дома. Вот сижу, глажу, например, да. Точнее, стою и глажу. ой да, как остро. Прям водички хочется. И смотрю какую-то передачу. Или какого-то блогера. сижу, кушу я, опять же, какой-то макбанг у меня. Даже когда я в ванной, я ставлю телефон, смотрю YouTube. Вот лежу, я люблю где-то полчаса полежать, прям в ванной. Вот на это у меня уходит очень много времени, но при этом я получаю какой-то кайф. Там у меня пена, ароматная. Иногда бывает, что-то из фруктов принесу. То есть у меня такой, знаете, просмотр фильма в ванной. И начинаю смотреть какие-то видео. Это только YouTube. Вот только YouTube. Причем, знаете, когда делаю уборку, всегда смотрю, пусть говорят, когда кушаю, обязательно макбанги. Или перед тем, как начать кушать, обязательно какой-то макбанг смотрю. Когда лежу в ванной, это какие-то, знаете, 50 фактов обо мне, или как мы познакомились с парнем, или что-то, знаете, разговорное какое-то видео смотрю обязательно. А когда ложусь спать, я обязательно включаю бьюти-блогеров. Потому что если я буду смотреть макбанг перед сном, навряд ли я засну. И сразу тоже хочется кушать. Последняя крылышка. Как она пахнет, но она очень острая. Очень. Там не острые не бывают, как я поняла. Хотя очень странный маркетинговый ход. А вдруг кто-то вообще острые не любит. Так вот. Смотрела передачу, где вот эта Кира Майер. И там ее, короче, по полной опозорили. Вы знаете, все всегда обвиняют девушек легкого поведения. А почему никто не обвиняет мужчин? Я всегда заступаюсь за женщин. Даже за таких. Вот. То есть, оказывается, то, что мы видим в Инстаграме, это то, что люди хотят показывать. А как обстоят дела на самом деле, никто не знает. Вернее, знает только она. Как-то так. На удивление я наелась. Хотя, если честно, я была очень голодная. Просто у меня весь рот прям жжет. Поэтому я буду закругляться. Не знаю, можете считать, что я проиграла. Потому что я не смогла доесть до конца. Это был челлендж. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Также обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Может быть, для вас это мелочь. Для меня безумно приятно. На этом все. Всем пока.